День беженца Беженцах из Эритреи, беженцах из Сирии, беженцах из других арабских или африканских стран. Речь идет о еврейских беженцах. Еврейские беженцы – это беженцы из арабских стран, которые вынуждены были покинуть свои дома и приехать в Израиль разными путями, в том числе совершенно непростыми путями, потому что их там преследовали, потому что их там, в общем-то, убивали. — Да. — Расскажите, пожалуйста, что это такое, почему и когда вообще, когда началось вот этот вот исход из арабских стран, с государства Израиль. — Давайте тогда вначале обратимся к истории, а потом подойдем к тому, почему эта тема очень актуальна в наши дни. На самом деле считается, в принципе, что евреи в мусульманских странах, вот есть такая точка зрения, живут куда лучше, чем в Европе. — Живут хорошо и привольно. — Нет, мусульмане их, конечно, дискриминировали, но не трогали, не убивали, вот, не было погромов, не было преследований, не было геноцида и так далее. — Евреи в мусульманских странах занимали определенные посты довольно высокие? — Да, но все равно они считались зиме, то есть у них был определенный статус, они были ограничены, поражены в правах. Ну, например, в средние века евреям нельзя было ездить, скажем, на лошади, а потом и на муле, только на осле. Вот, они не должны были носить определенную одежду. — То есть это в переводе на современные, то есть нельзя на мерседесе, а только на запорожце. — Да, да, да. Вот, то есть были определенные ограничения, это самое, но действительно, отчасти это правда, но это не вся правда. Потому что по мере, так сказать, зарождения арабского национализма и по мере того, как до арабов стало доходить, что евреи хотят в Палестине, то есть в земле Израиля, исторической земле Израиля возразить свое государство, враждебность по отношению к ним резко увеличивалась. Вот, и уже в 41-м году в Ираке были массовые еврейские погромы, то есть арабы громили евреев. Но почему это проводится 30-го ноября? 30-е ноября — это Кислев, мы сейчас находимся в еврейском месте Кислев, а в самом начале Кислева начались погромы в Сирии, в Ливии. Начались массовые погромы в Ливии. — В какие годы? — Это был 45-й год. Только-только окончилась Вторая мировая война, Ливия находится под британским мандатом, итальянцы ушли. Кстати, евреям жилось под итальянцами тяжело, но у них не было встречи с арабскими соседями. Итальянцы создали концлагеря, трудовые лагеря и так далее, но с арабами у евреев встречи к небу. Пришли британцы, англичане. И, значит, британская полиция следит за порядком, и вот тут начинаются погромы. Начинаются погромы почти во всех городах, где жили евреи. Триполи, Занзир и так далее, и так далее. И толпы погромщиков, вооруженных ножами, топорами, палками, некоторые пистолетами и так далее, они врываются в эти еврейские кварталы, начинают убивать и насиловать женщин и детей. Трупы обливают нефтью и сжигают. Так что, когда пришло время хоронить, вот первые жертвы этого погромы, их не могли опознать. Только поэтому вырыли братскую могилу. Знали, что там, например, семеро членов одной семьи, но опознать никого было невозможно. Трупы были сожжены в Триполи. Значит, сами погромщики свозили просто, свозили трупы на грузовиках к воротам больницы, сбрасывали их там и, это самое, прямо в ворот штабелями складывали. Вот, при этом, то есть это было страшное время. То есть, британцы на них все смотрели? Англичане повели себя точно так же, как по времени погрома 1929 года в Хевроне. Четыре дня английская полиция не вмешивалась вообще, давая убивать еврея. И только на пятый день он начал вмешиваться. Более того, случаи, когда евреи пытались обороняться, они пресекались. Когда один еврей, у которого уже убили всех членов семьи, поднялся на крышу из пистолета, убил нескольких погромщиков, его арестовали. Он потом сидел в тюрьме семь лет. Они признали, что это была оборона, но как бы нарушение правил необходимой самообороны. Был еще один случай в Триполи, нет, в Занзире. В Занзире стояла еврейская бригада. Двое бойцов этой бригады пришли к начальнику полиции и говорят, почему вы не вмешиваетесь? Идут погромы. Он отказался вмешиваться. Они избили этого начальника полиции, взяли у него из карвана ключи от оружейной комнаты, взяли оружие и пошли заниматься самообороной. В итоге, после того, как все кончилось, 10 евреев судили за убийство арабов, то есть тех евреев, которые поспели заниматься самообороной. Англичане повели себя, опять-таки, повторять, точно так же, как во время Хевронского погрома. То есть сначала они не вмешивались, потом они стали в массовом порядке просто вывозить евреев из их кварталов. Был создан большой лагерь для евреев, лагерь беженцев, кстати, для евреев возле Триполи. Еще более большой, там было 2400 человек, еще почти 5000 человек разместили в пустыне, в ужасающих условиях они жили. Естественно, этим людям ничего не осталось. Возвращаться в дома, возвращаться к соседям, которые только что их убивали, было невозможно. И фактически то, что они начали, так сказать, ехать в Палестину, и тогда еще под Бандатами, всеми правдами и неправдами добираться туда, они были беженцами. И это то, что они хотели до последнего времени, не хотят признать мир, не хотят признать арабские страны. Все время говорят о палестинских беженцах, и требуют их права на возвращение, и так далее. Либо выплаты им огромной компенсации за потерянное имущество. Но ведь палестинских беженцев никто не изгонял в основном. Были случаи, действительно, когда... Даже было наоборот, что... Да, конечно, то-то и дело. Машет Даян гнался за ними на машине и умолял их вернуться, чтобы потом уверять, что все будет хорошо, а мы прекрасно живем в этом загородном месте. И те ему отвечали, но вы же победили, вы же нас будете резать. Да, разумею я. Мы вас резать не будем. Нет, они бежали не по этому. Они бежали потому, что армия арабских стран, арабских стран, из арабских стран поступило четкое указание, что следует освободить города со спешным населением. Пусть арабы на время уйдут, туда войдет арабская армия, она уничтожит евреев, и тогда арабы смогут вернуться. Вот поэтому это был не побег, это была скорее эвакуация, так сказать, по предупреждению. И вот сейчас от Израиля требуют либо выплатить многомиллиардные компенсации, трудно представить, какой-то сумму может вылиться, либо, так сказать, принять этих беженцев обратно. На что Израиль несколько лет назад, наконец-то, вспомнил, что были погромы не только в Ливии, но были и в Ираке, были и в других странах, были и в Марокко, даже наиболее, где евреи относились наиболее дружественно, и недалеко не все марокканские евреи. Уехали, вот, и что фактически эти люди бросили там все свое имущество, земли, магазины, дома, и прибыли в Израиль голыми боссами, о том, в каком состоянии они прибыли в Израиль, и в какой нищете они жили здесь первые годы, давно написано очень много книг, ходят легенды, эти лагеря, которые для них создали, вот эти дома, которые хрущобы, кварталы хрущобы, это же все строилось быстро, чтобы решить их жилищную проблему. Об этом все забыли, но если посчитать, какое имущество евреи оставили в этих странах, то, я думаю, выйдет сумма, гораздо превосходящая ту, которую требуют сейчас нас, палестинцы. Как это можно посчитать вообще? Посчитать очень просто, на самом деле, потому что каждая семья хранится. Сейчас, во-первых, есть еще живые свидетели этих погромов, часть из них была с детьми, они уже старики, понятное дело. Во-вторых, почти каждая семья она привезла, и, так сказать, документы на землю, и есть свидетельства о том, что было. Посчитать это нельзя, но точно, безусловно, точно нельзя, но какой-то приблизительный подсчет на основе того, что имели евреи там. Это зафиксировано, естественно, во-первых, в книгах, если они не уничтожены, в арабских записи, в архивах и так далее, и все это, так сказать, можно оценить. Я думаю, что сумма выйдет гораздо больше, чем это самое, чем то, о которой говорят палестинцы, когда заявляют о том, что мы должны что-то палестинским беженцам. Этот вопрос уже поднимался в ООН, совсем недавно, Генеральной Ассамблею ООН этот вопрос поднимал, Сильван Шалом, поэтому это все, в общем-то, очень-очень актуальная проблема палестинских беженцев. Я думаю, что не случайно сейчас этот день теперь будет праздновать еврейских беженцев. Теперь этот день, 30 ноября, он будет отмечаться постоянно, он станет официальным днем беженцев. Мы будем напоминать сначала самим себя, потом всему миру о том, что никто из евреев арабских стран не приехал сюда, потому что он был очень большим сионистом. Были там сионисты, безусловно, но далеко не все. Многим просто было некуда деваться. Они ехали на историческую родину, действительно, как беженцы. — Петр, мне все-таки хочется вернуться немножко назад. Для меня, ну, я думаю, что не только для меня, не совсем понятно, если сказать совсем непонятно, все-таки позиция британских властей. То есть, Британия, цивилизованная нация, это же не 17 век, это было после Второй мировой войны. Как это все стыкуется? Как сами британцы объясняют это? То есть, можно же сохранить документы? — Меня как раз меньше удивляют то, что делали арабы там, сами погромы. Но меня удивляет позиция британской армии. — Документов как раз долгое время не было. И только сейчас один британский историк передал девийское общение выходцев из Ливии, которые живут здесь, служебную записку офицера британской армии, которая говорит, что ничего не предотвращено, идут массовые погромы. — Это был приказ не вмешиваться? — Да, да. Очевидно, это был приказ. Он сходил сверху. Ну, почему? Объяснение, как может покажется кому-то странным, но с другой стороны, я думаю, с точки зрения британской логики аналогично. Британцы очень не хотели терять Ливию. Они вошли туда, им дали Ливию на несколько месяцев. Вон уже начиналось обсуждение о предоставлении Ливии независимости. Им важно было показать, так трактуют историки, что Ливийск, население страны, не готово к независимости, что здесь начался хаос и анархия. И поэтому они показали, они как бы на 4 дня отпустили пружину. — А, то есть они хотели показать, вот смотрите, если вы им дадите независимость, то будет вот такое. — Да, будет вот такое. — А вот потом придём мы. — И, кстати, мы видим, что сегодня происходит в Ливии. В принципе, то же самое, по большому счёту, там царит полная анархия, непонятно, есть ли там власти. Но англичане очень хотели Ливию, это был лакомый кусочек, сохранить за собой. И поэтому они вот так попуститесь, но... — То есть это была просто какая-то мелкая разменная карта в большой игре? — Я не бы назвал её мелкой, потому что крови провелось очень много. — С их точки зрения мелкая. — 132 человека были убиты. — Сколько? — 132 суммарно в этих погромах, это очень много. И тысячи получили, естественно, увече, ранения, состались пожизненными инвалидами и так далее. Вот, я не говорю, что уже были случаи изнасилов, я не говорю о том, что евреи Ливии потеряли всё своё имущество. В Триполи была сожжена главная синагога, огромная, считающаяся одной из самых красивых на Востоке и так далее, и так далее. То есть потери можно считать, опять-таки, долго. Вот, ну, англичане, вы понимаете, в чём дело? Для англичан действительно важно было продемонстрировать то, что они те самые господа, которые умеют управлять ситуацией. И когда нужно, они его пускали из-под контроля. Что я хочу сказать, вот почему я сидел сейчас, это пауза, что я вспоминал. Ведь кто был подстрекателем? Подстрекателем была только чужонародившаяся национальная партия Ливии. Который, офис которой находился в том же здании, в котором располагался офис, главный штаб британской полиции в Ливии, в Триполи. Поэтому англичан очень хорошо поставлен на разведку. Не знать того, что эти погромы готовятся, они не могли. Они явно знали. То есть это было не спонтанно? Я думаю, что это был сговор. Это был сговор с этой национальной партией Ливии. И сказать, что эти погромы были спонтанными, нет, в это просто не верится. Они были хорошо организованы. Кстати, вот, это то, что пишет этот офицер британской полиции. У меня такое ощущение, что это все хорошо организовано. То есть погромщики появлялись в определенных кварталах. Они знали, где нет британской полиции. Или британская полиция оттуда за время на выходил. И, вы знаете, я вам хочу сказать, это старая имперская тактика, на самом деле. Я родился и вырос в Баку. Я родился на Украине, но вырос в Баку. Почти все мое детство прошло. И взрослые годы прошли в Баку. Я хорошо помню погромы 1990 года. Ведь точно так же армия и милиция оставили... Погромы армян. Да, да, армянские погромы оставили город, в принципе, на откуп погромщиков. Они сделали все, что хотели. Были отдельные случаи самообороны, когда азербайджанцы просто защищали своих соседей армян. И погибали, и, так сказать, в схватке с погромщиками. Было и такое. И когда уже, так сказать, народный оппозиционный, народный фронт азербайджанов навел порядок в городе, в городе установлен спокойствие, в город была введена советская армия. То есть это, в общем-то, старый ход, видимо... То есть все это время армия не принимала ни армия, ни милиция? Абсолютно, никого. Абсолютно. По городу шли погромы, жители защищали сами себя, и армян защищал вот этот самый народный азербайджанский фронт. Вот. А погромщики ходили от дома к дому, и когда звонили в милицию, говорят, да тут вот идут, идет толпа, груженые, они говорят, ну, идет, что мы можем сделать? Вот. Телезвонили, так сказать, в гарнизон армейский. Они говорили, ну, вы понимаете, нам сказано, пока не вмешиваться. Вот. Они вмешались, когда уже было спокойствие. Я думаю, это старый имперский ход, это вечная имперская подлость всех империй, которые были и которые, наверное, еще будут в истории, потому что империи, они имеют свойство распадаться и снова соединяться. Такой коллоидный раствор, в котором происходят разные ображения. Евреи стали жертвами не только арабов, но и, безусловно, жертвами Британской империи. Поэтому ваш вопрос был совершенно логичен. Сейчас подумывают о том, чтобы выдвинуть прецедентный иск против Британской империи, о том, что вот они бросили на произвол, отвечали за порядок в Ливии и практически, так сказать, бросили на произвол ливийских евреев. Посмотрим, что из этого выйдет, потому что прошло 70 лет. Вот. Ну, смотрите, 70 лет, 70 лет для истории, это совсем не много. Это не так много, но вот признает ли Британский суд, так сказать, в начале, примет ли он отыск, или если он скажет, что... Он должен быть обязательно в Британский суд? Ну, конечно, против Великобритании мы подаем. Мы не можем подать в суд Гаги, потому что мы не являемся его членом. Вот. И вопрос в том, прошел ли уже срок давности, если такие преступления вообще нет срока давности, это большой и юридический, и, я думаю, и этический вопрос. Понятно. Спасибо. Я напоминаю, что в студии был Петр Олег Кимсон, писатель, журналист, и мы говорили о беженцах, но говорили мы о беженцах еврейских. Мы смотрели программу «Черным по белому». Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...